Человек воевал всегда. Он придумывал новое оружие, чтобы с его помощью быстрее достичь богатства и власти. Одновременно он создавал средства защиты. Но не всегда эти средства помогали ему сохранить завоеванные богатства и саму жизнь. За каждым новым мечом следовало появление нового щита. Так было прежде. Так есть и сейчас. Образцы оружия, о которых мы вам расскажем, в момент своего появления на свет были вершинами научной и технической мысли отечественного оборонного комплекса. Именно они сейчас составляют ядро, основу российского вооружения. И превзойти многие из этих разработок не удалось до сих пор никому. Мы знаем об этом. Мы привыкли гордиться этим. А вот об их тернистом пути от конструкторского чертежа через опытные образцы до серийного производства ведает лишь узкий круг причастных к их созданию специалистов. Специфика производства оружия заключается в том, что оно никогда не стоит на месте. Слишком высокие ставки в этой игре. Не будем делать секреты из того, что и в нынешнее время во всех областях военного строительства появляются образцы вооружения, совершившие настоящую революцию во взглядах на ведение современной войны. Но время для рассказа о них еще впереди. Наши далекие предки выясняли отношения между собой при помощи каменного топора и бюджета. Постепенно с развитием военных технологий способы ведения боевых действий становились все более изощренными и разрушительными. Но несмотря на наступивший ядерный век, отношения между собой конфликтующие стороны до сих пор предпочитают выяснять с помощью так называемого обычного оружия. Впрочем, обычным оно порой кажется только новым. Мы создаем передовое оснащение, в том числе вооружение для наших защитников Отечества. Потому что без этого нового вооружения они никого не защитят. Они в лучшем случае погибнут. Сейчас одним моральным духом и физическими данными бойцов выиграть войну нельзя. Обязательно должно быть в дополнение к этому современное эффективное вооружение. Если вы его не будете иметь, какие бы вы ни были отважны, вы войну проиграете. Поэтому это не оружие убийств, а оружие защиты страны. Пожалуй, нет в мире мужчины, который бы не слышал о знаменитом русском Калашникове. Вот уже полвека с ним воюют в Азии и Африке, Европе и Латинской Америке. Это, пожалуй, один из самых надежных образцов стрелкового оружия. Он стал символом России на международном рынке вооружения. Но не только Калашниковым могут гордиться наши оружейники. Этот образец, который многим из вас покажется похожим на автомат Калашникова, на самом деле совершенно иное оружие. Автомат с динамически сбалансированной автоматикой. На Ковровском механическом заводе, где его сделали, он числится под индексом АЕК-971. Представьте себе, что в этом автомате его создатели добились того, что из четырех импульсов, действующих на него во время выстрела, гасятся три. Обратите внимание, что ствол оружия остается практически неподвижным во время стрельбы. Это позволило добиться кучности попадания превосходящей знаменитой АКМ в полтора-два раза, а при стрельбе длинными очередями в 10 раз. Еще один уникальный образец стрелкового оружия. Пулемет и чиняк. Калибр 7,62. Те, кто служил в армии, или хотя бы просто слышал, как стреляет пулемет, знают, что вблизи оглохнуть можно. Поэтому офицеры разведгрупп, которым конструктор Исаков передал чиняк для откатки, попросили любой ценой уменьшить шумность пулемета. Заводские кулибины изобрели прибор, который уменьшает громкость выстрела в несколько раз. А вдобавок установили на пулемет специальную оптику, позволяющую видеть цели в полной темноте. Для боевых действий эти преимущества, согласитесь, просто бесценны. А о точности попадания и кучности стрельбы пулемета печенят говорить не будем. Смотрите сами. Почему во время операции «Буря в пустыне» на каждого убитого солдата коалиции пришлось от 500 до 1000 убитых иракцев? Потому что союзники применили такое оружие, которое не позволило иракским солдатам вести бой на равных. Новые виды вооружений и новая тактика их применения привели к беспрецедентному успеху этой военной операции. Когда вы ведете боевые операции, вы вынуждены к противнику подходить на такую дистанцию, на которой он может таким же оружием вас поражать. А следовательно, идет дуэльная работа, идут гробы и с той, и с другой стороны. Поэтому нужно, вообще-то говоря, создать такое оружие, которое бы позволило нам, скажем, противника поражать, но не входить в зону действия его оружия. Вот для этой цели мы сейчас создали вот эти вот крупнокалиберные снайперские винтовки, ну, чтобы использовать их как антиснайперское оружие. Энергия пули этого патрона примерно в пять раз превосходит энергию пули снайперской винтовки Другунова, обычного винтовочного патрона. До этого эти боеприпасы использовались в крупнокалиберных пулеметах ДШК, НСВ, УТЕС. Использование этого патрона позволило кардинальным образом расширить круг задач, которые можно решать с использованием вот этого оружия. Поражение живой силы, да, но это уже не основная задача этой снайперской винтовки. Дистанция эффективной стрельбы по объектам техники выросла до двух тысяч метров. И с помощью этого оружия можно выводить из строя самую разную технику, легко бронированную, сложные арт-системы, ракетные комплексы, авиационную технику на стоянках, причем затраты на поражение цели, в общем-то, на два-три порядка ниже, чем если бы для этого использовались артиллерийские системы, управляемое высокоточное оружие. Хотя это тоже высокоточное оружие, это снайперское оружие. Появление таких образцов меняет картину современного боя. Но стрелковое оружие не предусматривает защиту его владельца от пули снарядов. И чтобы выжить в бою, он вынужден зарываться в землю, возводить бетонные доты. Но тем самым он лишает себя свободы маневра и сам превращается в неподвижную мишень для более мощного оружия. Человек с древних времен пытался защитить себя броней. Мы помним древнего всадника, который одевал на себя панцирь, одевал металлический стальной шлем. И прогресс привел нас к танку. Постепенно наша броня, нас закрывала броня все более и более мощная. Вот танк, это тоже панцирь, но панцирь, который предназначен для защиты экипажа, коллектива. Танк называют бронированным кулаком сухопутных войск. Их главной ударной силой. Мощные дизельные или газотурбинные, как у вертолета, танковые двигатели, способные разогнать 50-тонную машину до 80 км в час. 125-мм пушка, стреляющая как снарядами, так и управляемыми ракетами. Надежная защита от химического оружия и радиации делают танк мощным оружием в арсенале сухопутных войск. А система активной защиты «Арена», разработанная колонненскими конструкторами, способна отразить 9 из 10 управляемых ракетных снарядов, направленных на танк. Локатор определяет подлетающую цепь, сопровождает ее, высчитывается определенная точка встречи защитного боеприпаса. С целью в нужный момент времени дается команда на старт боеприпаса, он выбрасывается в шахту и где-то на расстоянии около метра образуется поле направленных осколков, которые летят вниз и накрывают цель, поражают цель. Танк – это высокоинтеллектуальное, инженерное и боевое сооружение, которое несет на себе высокоточное оружие и высокий интеллект информационный. То есть танки, мы планируем, что они будут управляться и цифровыми технологиями, и вполне возможно, что на ком-то этапе танки будут уже без экипажей. Комплекс управления вооружением, разработанный совместно учеными и конструкторами Санкт-Петербурга, не только управляет всеми узлами, механизмами танка и диагностирует их состояние, но по существу является одним из основных элементов для создания глобальной системы ведения современного боя. В этой системе все данные разведки, как наземной, так и воздушной, стекаются в режиме реального времени на бортовой компьютер, который непрерывно их обрабатывает. Экипажу остается только следить за рекомендуемыми вариантами действия на экранах мониторов и принимать решения. Особенный интерес проявили американские специалисты, в частности, интересовался этой машиной генеральный конструктор танка «Абрамс». Ну, надо сказать, что он был сначала просто удивлен, а потом выразил полный восторг. Вот буквально цитирую его слова о том, что вы можете гордиться, потому что вы первый в мире, кто это сделал. Танк сегодня напичкан электроникой, ну, не хуже любого самого крутого современного автомобиля. Понимаете, и задача сделать эту электронику неуязвимой, работающей в экстремальных условиях, при больших перегрузках. У нас снаряд уже напичкан электроникой, а держит на перегрузке в 5000G при выстреле. И снаряд летит и находит цель, ведь сегодня задача из 10 выстрелов 10 раз попасть. Большое расстояние, днем и ночью. Тем не менее, и у танка есть ахиллесовая пита. Он почти не защищен с воздуха. Главный враг танка — армейская авиация. Это вертолеты и штурмовики. На их вооружении находятся противотанковые управляемые ракеты, ракеты класса «Воздух-поверхность», корректируемые бомбы с лазерным и телевизионным наведением и другое высокоточное оружие. Этот огненный меч в любую минуту может обрушиться на стальные башни танков и прожечь, подорвать, проникнуть сквозь броню и уничтожить все внутри. Успешное применение вертолетов еще в Корейской войне, во Вьетнаме, затем российскими военными в Афганистане совершенно отчетливо показало, что вертолет — абсолютно необходимое боевое средство в современных военных действиях. Вертолеты на войне выполняют любую работу. Они ведут разведку, уничтожают бронетехнику, поддерживают огнем с воздуха наступающие войска. Они доставляют боеприпасы, высаживают десант и эвакуируют ранее. Это рабочие лошадки. Они могут то, что не под силу самолета, взлететь с перепаханного поля, пробраться по ущелью, сесть на площадку величиной с детскую песочницу высоко в горах. Образно говоря, вертолет дает третье измерение при передвижении войск, повышает резко мобильность продвижения техники. Но думаю, что еще не все боевые качества его полномерно раскрыты. И появление новых концепций боевых вертолетов, безусловно, сделает его очень грозно-эффективной машиной и как в диверсионных действиях в основе мобильных сил, так и антидиверсионных действий. У штурмовиков другое преимущество. Быстрота, маневр, высота. Его задача внезапно появиться над войсками противника, нанести ракетно-бомбовый удар и вернуться на свой аэродром раньше, чем атакованный противник придет в себя. Российские штурмовики Су-25 раньше охотно покупали Болгария, Чехословакия, Ирак и Северная Корея. Серийный выпуск Су-25 прекратился 10 лет назад. Всего было построено около 700 машин. Из них 330 на экспорт. Су-39. На внешних подвесках он несет ракеты класса «Воздух-воздух», что приближает его по вооружению к современным истребителям. Я считаю, я считаю, если в каждом полку военно-воздушных силах хотя бы звено Су-39-й будут, великолепно будет для поддержки полка, я имею в виду для поддержки сухопутных войск. В решении задач на полигоне, имею в решении боевых задач, великолепные машины. Вместе со штурмовиками ракетно-бомбовые удары по наземным войскам наносят фронтовые бомбардировщики Су-24 и их модификации. Это еще более мощные машины. На скорости 1500 км в час они могут нанести удар и уничтожить танки и другие бронированные объекты, находящиеся в радиусе до 570 км от них. Бомбардировщики Су-24М с большим успехом применялись во время войны в Афганистане. Первая же операция с участием этих самолетов стала одной из самых крупных и громких в афганской войне. Серийное производство фронтового бомбардировщика Су-24М было развернуто в Новосибирске в 1979 году. И хотя самолет не новый, его летные характеристики, оборудование и вооружение позволяют использовать этот самолет в современных условиях боя. Также у нас сейчас проходят обкатку на самолетах Су-24 некоторые системы, которые модернизируют этот самолет. Чем улучшается качество боевого применения, то есть прицеливание и точность бомбометания, применение вообще всех средств поражения. Так сказать, если мы бы идти по критерию минимум средств максимальной эффективности, вот что сегодня и представляет модернизирован самолет Су-24. Я хочу сказать, что сегодня это образец модернизации. При докладе министра обороны сказал, именно таким путем мы и должны идти по всем остальным типам самолетов. Минимум средств, максимум эффективность. Поступление на вооружение российской авиации многофункционального истребителя-перехватчика четвертого поколения Су-27 совпало с появлением в ВВС США малогабаритных крылатых ракет, стартующих с борта стратегических бомбардировщиков Боинг Б-52. В этой связи было принято решение вынести рубежи перехвата носителей крылатых ракет как можно дальше от наших границ, в пространство над Северным Ледовитым океаном, навстречу маршрутам американской стратегической авиации. Самолеты Су-27, несущие до 10 ракет класса воздух-воздух и имеющие практическую дальность около 4 тысяч километров, совместно с тяжелыми перехватчиками МиГ-31 явились достойным ответом на новую угрозу. Значит, сначала американцы высказались так, в одной из статей они назвали Су-27 становой хребет значит, боевой авиации Советского Союза. Для дальнейшего повышения потенциала самолета Су-27 в роли перехватчика ПВО решено было создать двухместный самолет. Чтобы подчеркнуть отличие нового самолета от одноместной машины, ему было присвоено новое обозначение Су-30. Он несет до 8 тонн различного сбрасываемого вооружения. Его максимальная скорость более 2 тысяч километров в час. Практический потолок более 17 тысяч метров. А дальность полета без дозаправки 3 тысячи километров. Истребитель-перехватчик Су-30 способен совершать патрульные полеты продолжительностью более 10 часов с неоднократной дозаправкой в воздухе. Я имел возможность летать на самолетах в Миражах Ф-1, Ф-3, Мираж-2000, на Ф-16, Ф-15. И это достаточно для того, чтобы сегодня сделать вывод такой, что наши самолеты, сегодня наши, которые есть в строю МиГ-29, Су-27, Су-24, Су-25, они отвечают всем требованиям и по многим показателям имеют еще более высокий потенциал, чем эти самолеты. Как только у человечества появились серьезные средства воздушного нападения, все войны стали начинаться не на земле, а в небе. Основные удары наносятся с воздуха. Так было во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, и в Югославии, и в Афганистане. Так было и 22 июня 1941 года. Москва была спасена средствами противовоздушной обороны. Погибла от бомбежек Москвы немногим более 1400 человек, и около 5000 было ранено. Таких показателей не знала ни одна из столиц воюющих государств. Ни одна. Вот здесь около 9 тысяч самолетов вылетов сделано на Москву, прорвалось к Москве 220, менее 2%. Это о многом говорит. Современные системы противовоздушной обороны России объединяют несколько уровней защиты, как с земли, так и с воздуха. С земли воздушную границу нашей страны охраняют зенитно-ракетные войска ВВС, в которых объединены комплексы противовоздушной обороны ближнего, среднего и дальнего действия. Дальнего это наши знаменитые комплексы С-300, которые превосходят по своим боевым качествам все аналогичные зенитно-ракетные комплексы мира. Они никогда не уступали современным средствам иностранных государств, ну и прежде всего, скажем, в сравнении с американцами. Американцами и вот с Западной Европой. Вот такие средства, которые все время Патриот, фирма Рейтион американская, противовес имеется. Две системы у нас, одна система вот С-300 ПМУ по разработке Алмаза и другая система это войсковая система наша С-300 В или Антей-2500. На первый взгляд эти системы отличаются только тем, что одна из них С-300 ПМУ передвигается на колесах, другая С-300 В на гусеницах. Да еще и ракеты расположены по-разному. У-С-300 ПМУ в пучок, а у-С-300 В в ряд, словно трубы органа. Они похожи по своим характеристикам, хотя и разрабатывались разными организациями, разными конструкторами и для выполнения разных задач. Отдадим должное таланту российских ученых и инженеров, создавших комплексы, которые на протяжении стольких лет остаются современным, непревзойденным оружием. Ведь начало разработки С-300 относится к середине 60-х годов. Сейчас КБ Алмаз заканчивает испытание новой системы, получившей название «Триумф». Который будет иметь минимум вдвое большую дальность, большую вдвое огневую производительность, обеспечивать поражение всех типов нестратегических баллистических целей. Мы пока не можем показать «Триумф» целиком, только лабораторный вариант его командного пункта. При создании этой системы нашли применение новейшие разработки в области радиолокации, радиоэлектроники и вычислительной техники. Казалось бы, новые технологии, новые подходы, а на самом деле вся система будет гораздо дешевле «Триумф» и по эксплуатации и по количеству обслуживающего персонала, в конце концов, потому что мы одним полком новой системы заменим почти три полка старых систем. Это ведь тоже серьезное сокращение боевого высота в группировке. А эффективность тем не менее сохраняется и даже будет выше. Кроме больших мощных комплексов, охраняющих самые отдаленные рубежи, существует целый ряд средств ПВО малой и средней дальности. Это зенитно-ракетные комплексы «БУК» и «ОСАН». Комплекс «Тунгуска», оснащенный как ракетами, так и пушками, стреляющими со скоростью 90 выстрелов в секунду. «Тунгуска» и «Шилка» замечательны еще и тем, что они могут поражать цели на ходу. И, наконец, еще один комплекс, о котором мы расскажем подробно. Это автономная войсковая зенитно-ракетная самоходная система ТОР-М1. Одна из уникальных разработок в области средств ПВО малой дальности. Почему такое название? ТОР это геометрическая фигура. Это есть окружность, которая вращается по окружности. Это баранка. в обиходе баранка есть ТОР. ТОР-М1 автоматическая система. Она без вмешательства оператора анализирует воздушную обстановку и выбирает наиболее опасные цели. Можно было бы обойтись даже без безлюдной технологии. Это была бы боевая работа. Но учитывая, что первое это ответственное решение, то есть выращиваются ключ, который должен развернуться, нажимается кнопка пуск. Вертикальный пуск ракет, который на мобильных системах малой дальности никогда раньше не применялся. Способность сопровождать до 48 целей, выбирать наиболее опасные из них и уже через 4 максимум через 10 секунд после обнаружения вести огонь. Причем одновременно двумя ракетами по двум разным целям. И все это в сложнейших боевых условиях, когда противник применяет специальные средства радиопомех, делает ТОР-М1 умным и эффективным оружием, способным успешно вести борьбу с современными и перспективными средствами воздушного нападения, в том числе выполненными по технологии стелс. Правильно сказал Жуков, и его слова актуальны и сейчас. И будут всегда актуальны, пока будет противостояние, пока будет строиться воздушное нападение, что тяжкое горе ожидает ту страну, которая не сможет защитить себя от ударов с воздуха. Идем ровно! Трудно! Если войска противовоздушной обороны выполняют конкретную боевую задачу по охране наших воздушных границ, то стратегические интересы России в мировом океане защищает военно-морской флот. Для этого он обеспечен всем, что есть во всех видах вооруженных сил и ротах войска. Это огромный конгломерат средств нападения и защиты. Наиболее ярко он представлен в системе вооружения тяжелого авианесущего крейсера адмирал флота Советского Союза Кузнецов. У него есть истребительная авиация, которая присуща военно-воздушным силам страны. У него есть вертолеты, а это уже армейская авиация. У него есть сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты большой дальности гранит. Есть зенитно-ракетный комплекс средней и ближней зоны противовоздушной обороны. Средства радиоэлектронной борьбы. Есть даже свое подразделение морской пехоты. Мы называем городком. Городком со всей инфраструктурой более 300 метров длиной, более 70 шириной, водоизмещение более 60 тысяч тонн, экипаж больше двух тысяч человек, около четырех тысяч помещений, полностью автономное хозяйство, пять электростанций, четыре машинокотельных установки, шесть комбузов и столовых, две хлебофекарни и так далее. Перечень можно продолжать долго. Казалось бы, у авианосцев есть все для победы. Но и они не панацея. Для борьбы с ними построили тяжелые атомные ракетные крейсеры. Один из них Петр Великий. В своих ракетных шахтах он несет гибель любому современному авианосцу. Петр Великий это действительно корабль 21 века. В нем есть такие моменты, которые разрешены технически. Это контр-ПВО система дальней, средней, ближней ПВО и самообороны. Это вот впервые у нас такой корабль на исходе. Решен комплекс противоторпедной защиты. Ну и конечно как система ударная. Вот корабль прежде всего ударный. Получилось так, что и на этом корабле были решены вопросы обнаружения подводных лодок. И он оказался первым, единственным кораблем, которым обнаружил Пурск. То есть вот эти все испытания они прошли очень здорово и были ну прямо так действительно теми результатами, которые позволили создать корабль 21 века. Это корабль самый вооруженный. Все, что промышленность наша, оборонная промышленность вся, я не говорю строительная, вся могла делу для кораблей, сегодня этот корабль вот Петр Великий получил. Корабля, как Петр Великий, существует. Она реальна. Атомные подводные лодки могут обнаружить надводный корабль за сотни миль и атаковать его своими торпедами в ядерном и обычном снаряжении. При этом сами они остаются невидимыми. Атомные субмарины оказались самым совершенным, самым скрытным, почти идеальным средством доставки любого оружия в любую точку мирового океана. Их торпеды способны потопить любой надводный корабль. А ракетные подводные лодки стратегического назначения американцы назвали убийцами городов. Да, лодка называется ракетная подводная лодка стратегического назначения проекта 667 БДРМ. Лодка имеет уникальное оружие. Соединенные Штаты как наиболее яркие представители, имеющие наиболее мощную морскую составляющую ядерных сил, такого оружия не создали. Вот этот ракетный комплекс. Только исходя из соотношения цена-качество, что они создали систему работающую 18 подводных лодок, 10 из которых постоянно на бывом дежурстве в море, с 24 ракетами каждая. Им этого достаточно. А мы всегда шли совершенно своим особенным путем, создали уникальнейшее ракетное оружие, конструкторское бюро Макеева. Аналогов по соотношению выводимой массы, полезной массы и массы оружия не существует в мире по точности. Но и против ракетоносцев есть мощное оружие. Это многоцелевые атомные подводные лодки. В боевом составе нашего флота они носят имена хищников. Волк, Пантера, Акбарс, Леопард, Тигр. А самая новая атомная субмарина этого проекта называется Гепард. Из последних введенных в состав флота мне хотелось бы упомянуть подводную лодку Гепард. Это лодка усовершенствованного 971-го проекта, это известно. Лодка, которая высоко оценивается нашими вероятными друзьями. Я бы даже сказал, они несколько спекулируют на этом ставят перед Конгрессом вопрос об увеличении сигнований, поскольку русские создали подводную лодку менее шумную, чем американские аналоги. Но даже этих морских хищников способны обнаружить и атаковать надводные корабли. Большой противолодочный корабль адмирал Чабаненко. Он был сдан заводом три года назад и сейчас служит на Северном флоте. Это такой получается сгусток боевых возможностей того оружия, которое есть сейчас на флоте и технически. Там есть артиллерия мощная 130-мм большая башня, там есть ударный комплекс Москит, там есть два вертолета штатного базирования, универсальный комплекс генитно-ракетный кинжал, там есть новые кортики, это то, что мелкая калиберная артиллерия, там есть отличная гидроакустика, там есть успокоители нормальные, там все есть. Там есть скорость 35 узлов, приводозамещение 8,5 тысяч тонн. Изюминка этого корабля заключается в том, что он создан как корабль универсальный. У нас была заложена доктрина создать универсальный корабль, который способен будет решать все задачи по кругу возникающих проблем, то есть и слежание и уничтожение подводных лодок противника, и способность сопровождать конвой, отразить атаки воздушного противника, защитить этот конвой с воздуха, помочь береговым войскам или помочь морской пехоте в высадке организации органевой поддержки десанта. Этот корабль способен выполнить все постановки нанести удар по надводным силам противника. Как говорится, лебединая песня нашего соустроения, что после Чебаненко надводных кораблей не было сдано более современных как он. Он пока самый единственный и последний. Научная фантастика обретает реальные черты в современном вооружении. Компьютеры заменили человека в разведывательно-ударных комплексах. Искусственный интеллект зашит в артиллерийских системах современных кораблей, в крылатых и баллистических ракетах. Везде, где дается только одно мгновение на то, чтобы обнаружить и квалифицировать десятки целей. Умные машины заменили человека в самых рискованных ситуациях. Вспомните старые фильмы о войне. Солдата со связкой гранат, ползущего навстречу танку. А теперь оператор беспилотного самолета-разведчика Пчела сидит на базе в кресле и на экране монитора наблюдает за тем, что происходит за сотни и даже тысячи метров от него. А Пчела, обученная человеком, теперь выполняет ту самую опасную работу, которую поюмным солдатам. Вот это вот известный беспилотник Пчела, который активно работал у нас в Чечне, показал себя с наилучшей стороны. Это инфракрасное видение ночное, это белое телевидение низкоуровневое, это система радиационного обнаружения подвижных целей, радиотехнической разведки. Это исключительно будущее. И как и во всем мире, в нашей стране принята программа развития беспилотников. активно поддерживается как ВВС, так и моряками, и, безусловно, нашими традиционными сухопутными войсками. Пчела решает задачи на тактическом уровне. На более высоком, оперативном, задачи разведки, боевого управления и выдачи целей указаний выполняют специальные самолеты раннего радиолокационного обнаружения «Аванс». «Аванс». Ни один натовский самолет не появлялся в небе Афганистана, Ирака или Югославии, если в воздухе не было самолета «Аванс». Есть подобная система и у нас. Это самолет А-50. Это важнейший, крупнейший информационный датчик. Он позволяет обеспечить взаимодействие всех видов вооруженных сил, передачу информации на пункты управления всех видов вооруженных сил. При помощи наших систем мы проводили дозаправку самолетов Су-27 на Дальнем Востоке с управлением из запасного командного пункта ВВС, расположенного в Московском Востоке. И в режиме реального времени выдавали всю информацию на монитор руководителя полетов. Он давал команды кому, как подойти, как отойти. И все это осуществлялось самолетом. С помощью нашей техники мы проводили экспериментальные работы, где работали в том числе и крылатым ракетам, и выдавали достоверную информацию и обеспечили перехват нашими новейшими самолетами, в том числе и крылатых ракет. Поэтому мы считаем, что это оружие будущего, это то оружие, которое будет развиваться и которое сейчас востребовано в том числе и на мировых рынках. Вы знаете, что практически все ведущие страны сейчас пытаются вести либо свои разработки, либо закупать на мировом рынке вооружения подобные самолеты. На сегодняшний день все системы и средства, которые обеспечивают ракетно-космическую оборону, это система предупреждения о ракетном нападении и система противоракетной обороны и плюс системы ПВО, они работают и решают поставленные задачи. То есть сегодня, если говорить о нормальных мирных гражданах, они могут спать спокойно. Хотя, конечно, это уже наша общая боль, что если все-таки не будет обращено в целом на повышение обороноспособности нашей страны повышенное внимание, то вообще лет через 10 я, наверное, вам так уверенно все это не скажу. Почему акцент делается именно на 10 лет? Все самое современное оружие армии и флота было разработано учеными и конструкторами еще в 80-е годы прошлого века. Технологический же цикл создания вооружения от разработки проектов до окончания серийного строительства даже в более благополучные с финансовой точки зрения советские времена составлял в среднем 25 лет. До перестройки и развала Союза на оборонку работали сотни институтов, тысячи заводов. Страна вкладывала немалые средства в разработку новых уникальных технологий. Потом финансовый поток иссяк. Многие направления научных исследований были закрыты или законсервированы. Предприятия, обладающие богатейшим опытом высокотехнологичного наукоемкого производства, были перепрофилированы на выпуск бытовой техники ширпотреба. Главное это, конечно, прямо скажем, пренебрежительное отношение отдельных руководителей из правительства, которые просто не понимают. Уничтожим фирмы разработчики, и это неизбежно приводит к замиранию производства, потере элементной базы, потере технологии и так далее. Хоть в небольшом количестве, но это нужно было сохранять. Ведь доходило до того, что мы получали иной год там 12-15 процентов от запланированной на год суммы. Ну, во-первых, мы понимали, что мы работаем на технике, которая требует постоянного внимания, развития, что эта техника просто не имеет права отстать. В качестве примера я могу привести ситуацию с самолетами фашистской Германии, которые были очень хорошими, но то, что в первые послевоенные годы Германия не вкладывала в новые разработки ничего, привело к тому, что у Германии сейчас хороших самолетов просто нет. Своих. Сужие, пожалуйста, своих нет. Мы рискуем тем же. То есть есть такая опасность, что если сейчас мы действительно не выйдем на объекты, не начнем наши средства уже внедрять в реальную практику, через 10 лет это будет сделать очень трудно и проще будет покупать где-то за рубежом, в Америке не знаю, в Китае, по крайней мере. А это было бы неправильно уже с точки зрения безопасности нашей страны. Между тем ВПК страны работал не только на военную нужду. Создавая лучшее в мире вооружение, мы развивали свои высокие технологии, которые использовали и в мирных целях. Основой для первых атомных электростанций послужили военные разработки. А сейчас мирный атом освещает и обогревает наши города. Спутники, созданные для космических воинов, сегодня служат материальной базой для развития средств коммуникации. Телевидение, радио, космическая связь, а теперь еще интернет, все это вошло в нашу жизнь, стало ее повседневным атрибутом, которому мы быстро привыкли. гидрографические суда ВНФ и даже атомные подводные лодки ведут разведку залежей полезных ископаемых на дни мирового океана, которые дни без основания называют флодовой богатств наших мировых В 20 веке окончательно разделили континенты, а мировой океан не разделен, а мировой океан это и природные ресурсы, материальные ресурсы, энергетические продовольства и так далее, и так далее. И сейчас вопрос стоит о переделы мирового океана. И если у нас не будет флота, флота не будет, то мы ничего не сделаем. Как известно, оружие это еще и самый ходовой товар на международном рынке. Все его секторы давно и прочно разделены между странами-производителями вооружения. Наши автоматы, танки, самолеты, комплексы ПВО, надводные корабли и подводные лодки охотно покупают Китай, Индия и еще десяток стран Азии, Африки и Латинской Америки. Оружием торгуют Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. Оружием торгуют все, у кого оно есть. И если мы уходим из любого сектора этого рынка, наше место без промедления занимают конкуренты. Да, люди воевали всегда. И исход поединка очень часто решало именно оружие. Целые народы исчезли только потому, что у них в руках были копья и стрелы, а у нападавших мушкеты и пушки. Но любая, даже самая совершенная техника в руках неподготовленного человека превращается в груду металла. Во время войны в Персидском заливе иракские летчики не смогли воспользоваться бомбардировщиками Су-24 российского производства только потому, что всего лишь один экипаж был подготовлен к управлению этой сложной машиной. Современное оружие должно быть вложено в руки профессионалов. Владение им, умение быстро оценивать ситуацию и принимать единственно верные решения требует совершенно другой подготовки воинов и солдат и офицеров. Лучшее из лучших наших образцов должно попасть в лучшие руки. Только тогда безопасность нашего государства будет по-настоящему гарантирована. Клянусь связь соблюдать его конституцию и законы строго выполнять требования воинских уставов приказа командиров и начальников для них достойно выполнять воинский долг и мужественно защищать свободу и зависимость зоны и строй России народа и отечества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok